В конец 90-х я как раз уже мыслями собрался переезжать в Москву, там КВН и всё там у нас гремит, уже там пришла первая такая известность. Мне покупали СВ, тогда так по-богатому, так всё. И, как правило, никого не было, скажем так, с соседом-пассажиром. Пришёл один, включил кино, что-то там завалился. И в очередной раз еду в полной уверенности, что никого со мной не будет, открывает дверь, а там сидит Джон Леннон. Вот полностью, помните Джон Леннон? Только девушка с огромной такой грудью, в тёмном обтягивающем таком платье, как это называется, как груша, то есть только она такая, таких крупных размеров. Вот как будто голову Джона Леннона приделывали какой-то барышни, такая с пышными формами. А я как только вошёл, говорю, добрый вечер. Она молчит. Ну, думаю, ещё какая-то и невоспитанная барышня. И, значит, думаю, лягу спать. Поворачиваюсь к ней спиной и начинаю разбирать постель. Там уже у нас фирменный пояс, всё заправлено. Значит, разбираю постель, и вдруг слышу мне в спину голос женский. «Хочешь моё мясо?» Я оборачиваюсь, я говорю, «Простите, она хочет моё мясо? Я это не ем, я вегетарианка». И с таким акцентом говорит, я говорю, «Вы иностранка, Наталья из Италии, вот моё мясо». И мне отдаёт, то есть я говорю, нет, ну, спасибо, но вижу, всё-таки, говорит по-русски, итальянка, о, интересно. Ну, так её мясо это отодвинул в сторону. Я говорю, а как, собственно, ну, вот очутились в Минске, так, из Италии, а что, вы там приезжали куда-то в гости, или, может, там посетили что-то там? Он говорит, «Я приезжала к моему Мише». И я говорю, «А что с Мишей?» И начинают у неё слёзы такие огромные, такие появляются там под очками, то есть вообще ещё больше кажется это всё. Я говорю, «А что с Мишей?» «С Мишей-то всё хорошо, а у меня с Мишей нехорошо». Я говорю, «Да вы успокойтесь, пожалуйста». И смотрю на неё, я говорю, «А что случилось-то?» И она говорит, «Это было давно». Она мне начинает изливать душу. «Миша приехал в Италию по реабилитации». Ну, тогда чернобыльских детей из зоны чернобыльской катастрофы привозили вот в общем-то в семье на лечение. И Миша много лет приезжал и жил у нас дома. У нас большой дом, у меня родители очень богатые. И он всё время звал меня к себе в Беларусь. Как я думаю, он думал, что я никогда не приеду. Я приехала в Минск, а Миша позвонил и сказал, что не может приехать в Минск. Я говорю, «А, он не из Минска?» «Нет, он не из Минска, он из другого города». Я говорю, «А что, в чём причина? Почему он вдруг не захотел?» «Он сказал, что у него умерла корова». Я говорю, «Ну, может быть и правда, это действительно. Вы не представляете, когда у людей своё хозяйство, а корова – это кормилица». «Да, но она у него уже умерла четвёртый раз. Я не знаю, сколько коров у этого Миши. Неважно. Ну что, скажите, неужели ему корова важнее, чем я?» Я понимаю, что Миша какой-то... Я говорю, «Так вы с ним даже не встретились?» Она, «Нет, мы с ним увиделись на пять минут». Он, как всегда, прибежал, поцеловал меня в щёчку, одолжил 200 долларов, сказал, что надо хоронить корову и убежал. И я понимаю, что это Миша какой-то просто вот разводящий такой, вообще супер выросший такой говнюк. Вот такая история. «Миша, если ты нас сейчас видишь и слышишь, верни, пожалуйста, деньги этой замечательной итальянке, потому что мне её до сих пор жалко». Ну, вот такая история.